Вилеш Тилвилд, Экзокуторы мечты, антология неформального текста, ч. 3. Во всех прошлых в этой жизни брожениях по планете Земля от святых мест до порнопритонов меня занимал вопрос, что и как от сифонии ли, отрезали от меня в детстве как бы психологии, и какие во мне бреши между мировья запаяли едва ли не досмертно. Что именно такого я мог им выдать в своем невинном четырехлетнем возрасте, чтобы страдать за это, как законсервированный оператор, всю последующую жизнь. Ведь в то время я шел по времени словно по какой-то дорожке, вдоль которой стоял бесконечный сучковатый забор-штакетник, сквозь огромные щели в котором я легко подглядывал будущее и инспирировал его окружающим. И не только смерть, но и рождение далеких потомков. Видно ломка миров на сей раз была столь крепкой и основательной, что очень много я стал вспоминать словно заново и соразмерять с видениями, посетившими меня в четырехлетнем возрасте. Одним словом, когда же все это было в XIV веке Франческо Петрарко, сидя у окна с видом на бухту Святого Марка, писал другу о том, что поражен торговыми талантами и коммерческими амбициями венецианцев. Если бы ты увидел это судно, то сказал бы, что это не корабль, а гора, скользящая по морской глади. Он отправляется к Дону, вот как далеко заплывают наши суда в Черном море. Но многие из тех, кто сейчас на борту, сойдут на берег и продолжат путешествие без остановки, пока не пересекут Кавказ и Ганка не придут в Индию, а дальше, в Китай и к Восточному океану. В чем причина ненасытной жажды богатства, завладевшей умами? Своим могуществом и деньгами Венеция была обязана суперэлитии политико-экономической системе, которая ее взрастила. В основе экономики Венеции лежала Кал Легонца, прообраз акционерного общества, которое создавалось на один торговый поход. Гениальность идеи Кал Легонца состояла в том, что она открывала экономику для новых игроков. Это было партнерское предприятие между оседлым инвестором, финансировавшим плавание, и путешественником, на чьи плечи ложились все тяготы и опасности странствий. Если инвестор оплачивал путешествия полностью, то получал 75% прибыли, если на две трети, то половину. Кал Легонца была одновременно и мощным механизмом экономического роста и социальным лифтом. Историки обнаружили, что в правительственных бумагах 1360, 1371 и 1382 годов, в которых упоминались представители элиты, новыми были от 65 до 81% имен. Правда, такому положению дел в ту пору поспособствовала и сокрушительная для всей континентальной Европы черная чума. Соцлифты – это о них прежде говорили средневековые бизнесмены, как и сегодня о том же все еще талдычит нынешние, по сути, средневековые украинские политики, но только не о том говорит социальная педагогика, а напрасно. Нынешняя Украина нуждается в восстановлении системы социальных лифтов, иначе будет революция. Восстановление системы социальных лифтов в Украине позволит избежать несправедливости в вопросе самореализации талантливой молодежи. В Украине социальные лифты не работают, у нас закрыто формируется элита. Кроме того, к сожалению, уменьшается доступ к высшему образованию. В обществе наблюдается вопиющая несправедливость, когда талантливые дети из малообеспеченных семей из-за отсутствия средств не могут реализовать свои таланты в жизни. Происходит сегрегация посредством, по уровню благосостояния людей, что является проявлением несправедливости. Украинские дети от рождения должны иметь равные возможности для реализации своих талантов. В противном случае мы будем наблюдать социальное напряжение, возмущение. Талантливые люди просто будут требовать реализации своих прав революционным путем. Одна из глубинных причин Майдана – это отсутствие таких лифтов на бывшей Украине. Молодежь растет с твердым убеждением, что все везде только по блату и за деньги, твоя личная энергия, умения и знания никому не нужны и не интересны. Хотя сама по себе иерархическая структура общества – это еще не панацея. Ее возникновение объясняется очень просто. Средний человек в состоянии эффективно руководить только десять подчиненными. Есть уникумы, которые могут потянуть и двадцать, и тридцать, и даже больше, но как правило, в ущерб остальной жизни. Есть задачи повышенной сложности, где и пять человек – это слишком много, не все справятся и с три подчиненными, но в общем и целом десять подчиненных – это среднестатистический максимум. Поэтому иерархия неизбежна, как неизбежна и естественная обыль руководителей. И вот здесь-то и заключается роль социальных лифтов – они должны поднимать хотя бы на самый нижний уровень иерархии управления самых лучших, талантливых, трудолюбивых, честных и преданных людей. В противном случае система обречена на развал. За примером развала при остановке социальных лифтов и накоплении на дне общества критической массы умных от природы, энергичных, но лишенных возможностей подняться наверх и зачастую малообразованных молодых людей далеко ходить не надо, так было в позднем СССР, так было все годы существования Украины, так происходит сейчас в США. Увы, в Украине так называемые социальные лифты сегодня не работают. Когда человек, у которого есть талант, не может с самого низа дорасти до определенного уровня должности, то это уже не нормально. Это значит, что сегодня главенствует номенклатурное право с его всепроникающим номенклатурным вето. Сегодня социальная состязательность добралась и до социальных сетей. Уже даже никому более не интересно, что я украинский еврей, этим уже более никого не удивишь. С тех пор как Израиль взял на себя роль духовного и исторического патронатора украинских евреев, стало очевидно, что потомки тех, кто прошли через погромы и Бабий Яр, потомки жертв Холокоста, США, сумеют за себя постоять. Но вот когда я стал излагать более предметно и значимо о своей польской составляющей с аристократическими корнями и отметками в биографии, на ФБ вновь зашипели и это уже было не смешно. Местечковый антисемитизм уступил место огольной антисоциальной ксенофобии. Тогда и встал жуткий вопрос, затем ли были однажды созданы социальные сети. Но я не дежурный клоун и никого не просил покупать на меня аттракционные ФБ-билеты. Я просто к адмеевой стержени ФБ-реактора. И пока в реакторе так всяк все путем, я как бы даже не интересен. Но в последние дни у Шарль Деголя были затруднения по управлению всеми сортами французов, которые потребляют 400 сортов сыра. Украинские расслоенные политолиты на сей счет никогда не заморачивались, выбирая слепок нации, очевидно наиболее им удобный подарочий одобрим с окрестного плебса. Я же прежде сам мог всегда определиться, я, за или против подобного антиобщественного договора. Скорее всего, всегда против возведения окрестного плебса в роль национального эгрегора. Во все времена это было преступно. А сегодня и вовсе облажались те, что ставил на телетушек. Масса каналов и программ для тупых, очень тупых и сверхтупых потерпела национальных крах. Но вот результат, масса интеллектуалов в период военной кампании просто вырубила зомби-ящики и посбрасывала с себя их тошнотворное влияние, перебравшись в шизофренические реальную сеть, с новыми информтехнологиями, но старыми проблемами. 19 января 2023 г. Продолжение следует...